19 коллекций представили филателлисты Польши и Беларуси на выставке, которая открылась в Генеральном консульстве Польши в Бресте. И несмотря на разнообразие тем, каждый из экспонатов так или иначе связан с историей польского государства и обретением независимости. В Бресте представили часть коллекций, завоевавших награды на европейских форумах филателлистов. В этом году в Варшаве прошла выставка, посвященная столетию независимости Польши филателлистическая, и вторая прошла в Познане огульнопольская выставка филателлистичная, то есть всепольская выставка филателлистичная. Господин консул любезно согласился показать некоторые экспонаты, потому что из-за отсутствия помещений здесь нет возможности много выставить. Люди откликнулись с большим удовольствием. Инициатором филателлистической экспозиции выступил Генеральный консул Польши в Бресте Петр Казакевич. Дипломат собирает марки. Почтовые отправления связаны с его родным городом Краковом. От белорусской стороны главе дипмиссии вручили раритет письмо, отправленное из Кракова, родного города Петра Казакевича, в Париж в 1850 году. То, что мы здесь видим, что вы здесь видите, это будет интересно. Это другой аспект этой независимости. Это не художественное собрание, но просто это показывает административную деятельность государства польского. Это показывает, как оно рождалось, какие трудности у него были, как трудно было соединить все земли. За каждым экспонатом, а их здесь более тысячи, своя отдельная история. Самым старым предметом выставки стало письмо, отправленное из Гродно в Новогрудок в 1604 году. Сегодня оно хранится в коллекции минчанина Льва Колосова. Интересно представили совместную историю Белоруссии и Польши брестские филателлисты Александр Николаев и Валерий Андреюк через марки, открытки и письма, рассказавшие о Бресте и Беловежской пуще. Украшения выставки тематической коллекции, собранной польскими и белорусскими филателлистами и посвященной историческим персонам Тадеушу Костюшко, Адаму Мицкевичу, Николаю Копернику, а также зарубежным визитам Папы Римского и Анна Павла II в природе Белоруссии и Польши трагическим событием военного периода. Около 20 лет уже собираю марки. Здесь находится мой экспонат, кроме Белостока, где я живу теперь. Из этого места и города есть тоже марки, которые я привез здесь. Это марки с Первой мировой войны, когда Польша получила независимость. К сожалению, в свободном доступе раритеты мировой филателлистики горожанам увидеть не удастся. Экспозиция размещена на территории Польского консульства. Вместе с тем шанс увидеть небольшую часть этих шедевров у горожан появится в будущем году. В рамках празднования миллениума запланирована большая филателлистическая экспозиция. Ирина Ольшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.